другим углом увидите, я как-то решила, что мне надо что-то поменять в жизни, типа квартиры, а я живу в одном из самых лучших мест города Одессы, это французский бульвар, вот 5 минут до моря, буквально 5 минут, через дорогу перешла, по склону спустилась, и ты уже у моря, и это практически центр города, и это здесь красота, невероятная зелень, в общем, у меня такое было, знаете, состояние застревания в одном месте, потому что та квартира, которая у меня была, она максимально комфортная, вот просто лучше практически не бывает, понимаете, вот под окном белки прыгают, такая красота зелень, через дорогу море, причем здесь такой очень тихий район, такой, знаете, закрытого типа, в общем, очень-очень-очень здесь уютно и хорошо, и я поняла, что я что-то подзастреваю в жизни, надо мне какую-то смену картинки, и сказала своему внуку, давай сходим, посмотрим, вот у нас есть здесь через дорогу, но чуть дальше, новый жилой комплекс, прямо над морем, и я говорю, давай посмотрим там квартиры, мы сходили туда, сходили, но сходили, потому что тут 10 минут идти, и нам показали две квартиры, две квартиры, одна, по-моему, была на восьмом или девятом этаже, а вторая на четырнадцатом этаже, и когда мы поднялись на четырнадцатый этаж, я говорю, Остап, вот это вот идеально, идеально, как она находится, насколько она высока, да, высоко, и насколько красиво здесь все, вот этот залив, Одесский залив, это море, прямо перед тобой море, и внизу, как ты смотришь вниз, там такие жилые застройки частные, и там зелень, 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 типа сады, 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 и вот эта неимоверная красота, она меня вдохновила, и думаю, наверное, я буду думать на тему той квартиры, а та квартира, она, чтобы вы понимали, но с ремонтом минимум 1600 долларов стоит, я так посмотрела, думаю, начну я думать на эту тему квартиры, по крайней мере, думать в том направлении, и у меня много других текущих задач, и других текущих целей, ну, и, знаете, резкие развороты такие, с такой покупкой недвижимости, я не сильно люблю в своей жизни делать, но, тем не менее, эта квартира, она как-то застряла во мне, и я даже на нее начала делать практики, вот, практики дыхательные, прописывать в цели эту квартиру, и наш мозг работает таким образом, что он нас самым коротким способом, самым коротким, ведет к нашим целям, и я не ожидала, что через два года я буду жить в такой квартире, но я совершенно не ожидала этого, почему? Нет, почему я не ожидала, потому что я не планировала так быстро, что она реализуется, эта цель так быстро, потому что у меня еще было много других целей, а на цели нужно иметь психическую энергию, я вам буду сегодня рассказывать про психическую энергию, как ее распределять на наши цели, это очень важно, и когда случилась война, то есть, помните, я делала практики, у меня перед этой целью стояло еще несколько других целей, мне нужно было значительно улучшить свое здоровье, и я начала создавать план улучшения здоровья, то есть, у меня цель была такая, знаете, по здоровью фундаментальная, и панча карма тогда была, вот прям перед войной, да, и другие какие-то, проходила я мероприятия, то есть, у меня цель по здоровью была приоритетной, я всегда ставлю одну большую цель на год, эта цель – это сфера жизни, но вот такие вот подцели, как квартиры, там, машины, дачи и так далее, это у меня второстепенные, эту цель, вот, но мы с вами здесь собрались по поводу денег, поэтому мы говорим сегодня о материальной цели, квартира – это материальная цель, и понятно, что здоровье начало улучшаться, так как я начала делать действия по этому направлению, и через два года, когда вот здесь весь этот трэш происходил, я внука взяла и решила выехать за границу, выехать в Турцию, друзья-то мне помогли все организовать, великолепные друзья, и когда мы приезжаем, приехали туда, они говорят, Катя, мы знаем весь город, город, там, на минуточку, два миллиона человек, и это много районов, говорит, мы исследовали здесь весь город, и мы для тебя квартиру забронировали, и которая, ну, по описаниям, что тебе нужно, она больше всего подходит. А я говорила, мне надо, чтобы там было подростки были, с которыми мой внук может играть, чтобы там было это близко от моря, и там еще какие-то моменты описания, то есть детали, детали рассказывала, какие есть. И когда они меня привезли в эту квартиру, эти друзья мои замечательные, я зашла в эту квартиру, и я, знаете, вот у меня так раз-раз-раз-раз-раз, и пазлы начали схлопываться, потому что для меня был вот этот образ этой квартиры непонятен, да, с одной стороны, я хотела, чтобы, смотрите, вот почему эта квартира здесь через дорогу у меня не случилась, потому что у меня периодически мысли были в голове, что я хочу жить за границей, то есть никак я не могла купить эту квартиру, потому что я хотела жить за границей, у меня тогда был такой момент жить за границей, первое, то есть эта квартира, в которую я зашла в Турцию, она была за границей, да, второе, я хотела, чтобы это был высокий этаж, и это был, ту квартиру, которую мы смотрели, был 14, а здесь меня завели на 15 этаж, то есть один этаж разницы, да, это был высокий этаж, я хотела, чтобы это было с видом на морское, на море, да, такой морской залив, я выходила на, я даже сидела за рабочим столом, я просто оттуда сейчас уехала, я сидела за рабочим столом, и я смотрела на это море, чтобы вы понимали, да, какая квартира, я сидела, работала с видом на море, я хотела, чтобы была лоджия, потому что когда-то еще раньше я смотрела квартиры, и мне очень в одной понравилась огромная лоджия, такая, как футбольная воля, что, ну, просто ты выходишь, там можно пикники устраивать, друзей встречать и так далее, и вот здесь была такая огромная лоджия, я хотела, чтобы было много зелени, и было, когда я выходила на эту лоджию, смотрите, что там было, подо мной было несколько бассейнов, и эти все бассейны утопали в невероятной зелени, то есть там были пальмы какие-то, кустарники, очень много цветов, то есть там это был один из самых элитных, ухоженных таких микрорайонов, жилых комплексов в этом городе. Еще, кстати, на зелени, дальше расстилались просто сады, апельсиновые и лимонные сады, и запах, который туда шел, он был невероятный, когда деревья цвели. Видно море, лоджия, комнаты, несколько комнат, футбольное поле практически, эта квартира была просто огромной, да, и хозяйка, которая сдала мне ее в аренду, великолепная девушка, просто на самых лучших условиях, какие только можно было, она мне сдала эту квартиру. Сказать, что я была довольна, это ничего не сказать, а мой внук, который с кептицизмом ужасным ехал в Турцию, кричал, что ты мне всю жизнь испортила, но мне надо было вывезти его за пределы того, что здесь происходило. Он вышел, когда на лоджию, таким, ты мне сказал, на два месяца мы сюда приедем, бу-бу-бу-бу-бу, вышел на лоджию, посмотрел, вернулся. Ну, пожалуй, мы здесь задержимся. То есть для меня это было, ну, просто, знаете, фантастика какая-то. И к чему это я все веду? Когда вы действительно ставите себе цели, вот те, которые вы хотите, вы к ним приходите, но мы просто очень много препятствий для своего мозга создаем для этих целей. На самом деле, вот сейчас, да, я сейчас вернулась в Одессу, я здесь нахожусь, у меня ситуация, что у меня мама здесь в возрасте и так далее. В общем, есть нюансы какие-то, да, но я бы уже никогда не купила эту квартиру, особенно в сегодняшнее время она с видом на море. У нас друзья нам наши посылают регулярно ракеты в нашу сторону. В общем, это не самое лучшее местоположение квартиры, да. И наш, у нас есть такое, чтобы вы понимали, сверх-я. Наша самая лучшая где-то версия. И вот она нам посылает сигналы. Если мы их правильно ловим, мы очень легко двигаемся по жизни. И вот сверх-версия посылает сигналы. Тебе не надо сегодня в собственности, да, в воюющей стране. Тебе не надо вот такая-то огромная квартира, какие-то инвестиции. Лучше это сделать в другом месте. Но если ты хочешь испытать эти ощущения, по большому счету в своих целях мы хотим испытать ощущения, маленьких, да, то мы их можем испытать намного проще, намного легче. Это касательно тех целей, которые вы прописывали. Там хочу, хочу там такое-то 2 миллиона того-то, да. Хочу домины такие-то, хочу это, такое-то. Мы можем прекрасно проживать нашу жизнь, жить в прекрасной недвижимости, путешествовать в прекрасной обстановке и так далее, не усложняя свою жизнь. Просто, чтобы вы понимали, для меня это был колоссальный инсайт, что не обязательно тебе владеть всем тем, что ты хочешь, для того, чтобы получать те ощущения, которые ты хочешь. Вот запишите себе этот инсайт. Я думаю, что он будет очень полезен и упростит вашу жизнь, когда вы хотите очень многие годы своей жизни положить на то, ну, просто та квартира, которую смотрела, она была под ремонт, то есть она от строителей, новая. И я занималась много лет недвижимостью. Я просто знаю, какое колоссальное количество времени, внимания, самое главное, внимания, сколько деталей нужно учитывать, сколько всего, ну, лет жизни надо положить, чтобы такую квартиру сделать под себя, со своим дизайном, чтобы тебе качественно сделали этот ремонт, чтобы стройматериалы были такие. Это просто колоссальный труд. У меня, из моего опыта, хозяйки агентства недвижимости, мне давали в продажу дом, который стоил, по-моему, 5 миллионов долларов. Тоже здесь, вот, продолжение французского бульвара, у нас там улица, у нас тут манечка есть у местных, они постоянно меняют название. Я новое название не помню, но Белинского когда-то здесь было. Вот, и, ну, практически центр города, но, ну, море, да, море рядом. И когда я увидела эту хозяйку, мы с ней разговаривали, она говорит, я продаю этот дом. Я говорю, почему такой шикарный дом? Она с такой любовью. Она говорит, я 5 лет угрохала в то, чтобы так сделать этот дом. И пока я занималась домом, мы с мужем настолько отдалились, что мы теперь разводимся. Понимаете? То есть фокус внимания ушел не на главное в этой жизни. У нее был муж состоятельный, который финансировал, но пока она была увлечена этим делом, она забыла и про мужа. Там было очень много нюансов в строительстве этого дома. Она забыла про своих детей. И сейчас, ну, не сейчас, это было несколько лет назад, они были в глубочайшей депрессии все. И дети, и муж. Потому что вся ее психическая энергия ушла на этот дом. И я вот, наш мозг оптимизирует и говорит нам, что тебе надо, что тебе не надо. А поэтому из позиции вот того, что я вам рассказала, пересмотрите свои цели. Действительно ли они стоят того, чтобы вы годы своей жизни угрохивали, а жизнь это самое драгоценное, угрохнули на то, чтобы получить эти ощущения. Вот смотрите, у меня стоит один из последних маков и телефон. Я просто поставила себе в план, что мне нужно купить то-то и то-то, для обновления, для работы, тут картинка лучше и так далее. Я купила. Ну, наверное, ну, наверное, у меня каких-то эмоций было по поводу этой покупки, ну, на час. Ну, на час. И все. И все. Ну, вот качественные, чтобы этот телефон отличался чем-то от предыдущего сильного, я не могу сказать. Просто там память больше, там, может быть, картинка в камере лучше. Мак точно так же. Больше информации, он там не зависает и так далее. Один поменял на другой. То есть вот эти материальные вещи, мы хотим на самом деле ощущений. Мы хотим ощущений, которые мы испытываем, когда мы получаем то, что мы хотим. И я часто размышляю на тему. Вот мы хотим, там, допустим, какие-то самые современные машины. Мы хотим какие-то самые современные дома. Самые современные одежду. А насколько... Вот кофта, я сижу здесь, в этой кофте, да, она дорогущая с точки зрения обывателя. Вот. Но я так смотрю на эту кофту, но одела ее несколько раз. Думаю, ну, Катя, есть у тебя какие-то ощущения вот наслаждения от того, что ты в такой кофте? Ну, нет. Ну, спокойно. Ну, кофта как кофта. Обычная для меня, понимаете? То есть самое главное, чего мы хотим понять, чего мы хотим от материального, мы хотим ощущений. А владение чем-то материальным и семена ощущений – это разные совершенно семена. Вот, что я хочу вам самое главное сказать. То есть мы, когда хотим чем-то владеть, какими-то материальными ресурсами, деньгами, там, еще чем-то, это одно, это одни семена. И мы можем создавать семена владения через то, что мы будем активировать старую карму свою и создавать новую карму. И семена ощущений – это совершенно другие. Вы можете иметь бункер, бункер, гип благоустроенный, в моменты мирного времени дворец иметь над бункером и жить в этом дворце, но вы можете при этом быть во своем внутреннем аду опасностей. в состоянии, что тебя все хотят, там, лишить тебя жизни, забрать твое имущество, как мы сейчас можем наблюдать у правителей некоторых стран, что нужно защищать свое имущество, свой трон защищать. Нужно сделать все возможное, потому что весь мир хочет на тебя напасть и тебя съесть. Понимаете? Мы можем владеть дворцами и при этом иметь внутреннее состояние ада и страха, что у тебя все заберут. И это совершенно разные семена. Это касательно целей, которые мы ставим. Дальше. Вот семена опасности и безопасности. Когда случилась война, я со своими детьми, дочкой, внуком, выехала за границу. У меня масса друзей за границей и подруг. И меня пригласили сначала в Испанию, потом в Италию, и в Болгарию, куда угодно меня звали. И Катя сюда, Катя сюда, Катя сюда. И я выехала в мирную страну. Но какой вывод я для себя сделала? То есть я жила в абсолютно безопасном месте, на прекрасной вилле. Я жила, и мои дети точно так же. И деньги были, и все было. И забота была обо мне и моей семье. Знаете, чего не было? Мира, состояние мира, состояние безопасности. Внутреннего состояния не было этого. И я себе поставила следующую цель. Я себе поставила цель, смотрите, снова не материальную, а цель на уровне состояния. Катя, тебе нужно создать состояние безопасности. Мира, душе и состояние безопасности. Потому что внешнее ты научилась создавать. Внутреннее. Научись. Вот, понимаете, многие сейчас спикеры, что они делают, они демонстрируют. Ну, наверное, это правильно. Демонстрируют там внешние атрибуты. У меня и сто, у меня и сто, у меня там сумочки, у меня есть там какие-то одежды и так далее. Но я последние несколько лет работаю над целями внутренними, внутренних состояний. Внутреннее состояние энергии, вот этого желания, импульса того, что ты хочешь дать этому миру. Потому что, когда у тебя нет состояния потока, это самое страшное. Я переживала это в жизни, потеря состояния потока, это просто, это ад. Это когда ты заблокирована от проводников, которые тебя ведут туда, куда твоя душа должна направляться. это состояние спокойствия, это состояние благодарности за ту жизнь, в которой ты проживаешь. Это состояние мира и теплого, нежного, любящего взаимодействия с близким, дальним своим кругом. Это отношение к людям. Это вообще состояние счастья в твоей жизни. Вот для меня с некоторых пор, года три уже, эти все вещи стали намного более приоритетными, особенно война изменила очень сильно. Ковид, я переболела ковидом до такого состояния, что, когда мы начинаем над чем-то работать, у нас сходит сначала плохая карма. И вот когда я начала на своем здоровье работать, у меня пошел этот ковид, и я, ну, чуть не ушла из этого мира, понимаете? Я поняла ценность жизни и начала очень сильно перестраиваться на внутреннее состояние и поняла действительно, что самое главное в жизни. Ну, это была такая прелюдия по поводу того, где наши основные ценности. А сейчас давайте поговорим с вами о материальном всем. Вы пришли сюда, вас интересует больше материальное. И если мы говорим про материальное, то должны быть три вида целей. Цели касательно денег, да, потому что для меня эта тема когда-то была очень сильно актуальна, и я всю свою психическую энергию направила на деньги, и я действительно очень сильно выросла финансово когда-то, несколько лет назад, ну, лет, наверное, семь, восемь, у меня совершился такой, знаете, квантовый скачок в деньгах, и когда я была на вершине финансовой пирамиды, пришла к ней, да, с вот, с недостаточного уровня, с моей точки зрения, дохода, он был хороший, он был среднестатистически выше, чем у других, но он был для меня недостаточен, и вот тогда, когда я была, знаете, упакована, то у меня такое, знаете, внутреннее состояние, Катя, а к чему ты так сильно стремилась вообще, а что это, то, чего ты действительно хотела, и у меня было, знаете, как состояние такое, опа, как у спортсменов, которые всю жизнь положили на то, чтобы выиграть Олимпиаду, и они выиграли, а потом бах, яблом, а следующие цели какие, то есть, вот у меня был такой экзистенциальный кризис целей материальных, и не только материальных, а чего хотеть, моя дофаминная система меня привела туда, куда хотела, а чего хотеть дальше, и это был сложный, сложный период в моей жизни, потому что я всегда хотела денег, всегда хотела денег, влияние, и так далее, вот, поэтому я всех предупреждаю, не ставьте своей основной целью жизни материальной, не ставьте для того, чтобы не было облома, с моей точки зрения, самые главные цели, это цели, касающиеся того, что выходит за пределы вашей жизни, то есть, это цели, которые касаются вашей реализации, вашей миссии в этом мире, для чего вы сюда пришли, какие таланты по максимуму вы должны реализовать, как вы должны в каком состоянии проживать эту жизнь, для того, чтобы ваши дети продолжили вас и были пропитаны этим состоянием служения другим людям, понимаете, потому что для меня самое главное, это моя реализация моих талантов, касательно других людей, другие люди, это родители, это мужья, это дети, это зятья, там, или невестки, и так далее, это ближний круг, и потом дальний круг людей, то есть это ваши ученики, да, или ваши продолжатели вашего дела, или это ваши клиенты, ваш коллектив, то есть это, вот быть ценным для того, чтобы помогать другим людям становиться чуть лучше в этом мире, с моей точки зрения, это самое главное, да, потому что тогда ты на смертном адре не будешь лежать и думать, что я в своей жизни упустила, у меня бабушка, прабабушка моя, не, давайте о бабушке, то есть у меня, я очень много выводов сделала из истории своей семьи, и когда моя бабушка очень много лет много работала, и я ей говорю, бабушка, когда ты будешь отдыхать, ну, Катечка, выйду на пенсию, буду отдыхать, бабушка вышла на пенсию, бабушка не отдыхала, и очень тяжело работала, и в какой-то момент, раз в 65 лет, ее жизнь не прервалась, и когда, а я все ждала, когда бабушка начнет получать кайф от жизни, и когда, вот так это все закончилось, да, и потом еще, когда наложился отпечаток отец мой, в 70 лет, все говорил, Катя, я потом буду отдыхать, и потом раз, но отдыхать в смысле заниматься тем, чем ему хотелось бы, а не тяжело работать, и я поняла, что, Катя, тебе здесь и сейчас, потому что, ну, надо заниматься той жизнью, которой ты хочешь жить, здесь и сейчас, то есть, для меня, уход моих любимейших людей, просто обожаемых мной людей, был главным уроком, наверное, моей жизни, что здесь и сейчас, здесь и сейчас, нужно жить ту жизнь, которой ты хочешь жить, потому что завтра может не быть, понимаете, для очень многих украинцев завтра не стало, вот, поэтому завтра может не быть, и здесь и сейчас, каждый момент жизни проживать счастливо, это мы собрались по поводу цели, а я вам миссийные вещи толкаю, окей, просто так хочется, чтобы вы проживали жизнь, знаете, на полную, не убегали фокусом внимания в ерунду, в ерунду, так, цели материальные, их три уровня материальных целей, бывают цели, есть цели, не бывают цели, а есть цели, которые закрывают ваши первичные потребности, и мы это делали, когда я давала вам открытый первый урок по созданию видения, мы это делали на этом уроке, то есть первый вид цели, это то, что вам нужно сейчас, вот у вас есть дефицит чего-то, да, и вам нужно сейчас, чтобы вы чувствовали, что эти цели закрыты, допустим, сделать какой-то там косметический ремонт, или вы вот остро сильно нуждаетесь в жилье, и тогда это квартиру купить, но я бы уже это отнесла к целям второго уровня, потому что вы все равно где-то живете, то есть просто улучшить материальные условия, можно переехать в другую квартиру, там повысить арендную плату, да, это вот первичные потребности, это лучше питаться, это лучше одеться чуть-чуть, это, в общем, у каждого есть список дел, список целей, которые закрывают первичные потребности, и мы возвращаемся к тому анекдоту, в котором два мужчины стоят в церкви, и один молится, а второй все время, знаете, господи, дай мне 100 долларов, господи, дай мне 100 долларов, дай мне 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов, второй так мужик стоит, на тебе 100 долларов, достал из кармана, на тебе 100 долларов, не беспокой бога по мелочам, да, и это про то, что у нас живут вот эти субличности, эти субмужики, которые один думает о чем-то глобальном, а второй все время пытается закрыть свои потребности, и тот, который дергается, пытается закрыть свои потребности первичные, не дает второму вашему внутреннему, внутренней вашей субличности действовать действительно масштабно из-за того, что ваши потребности не закрыты. И вот это первый уровень потребностей, вам просто надо написать список. И список этот не как нечто заветное, а как обыденность повесить перед глазами максимально и составить план реализации этого списка. То есть раз, два, три закрыли эти все потребности по очереди. Ну вот как мне, допустим, вдруг я поняла, что уже у меня телефон достаточно старенький, несколько лет ему уже, я не сильно люблю менять гаджеты, потому что это все надо переносить, привыкать. Ну думаю, так, Катя, все, уже как бы пора. Я просто раз и сделала это. То есть вот оно у меня в списке стояло, я не хотела заморачиваться этими переносами и всем остальным, но просто взяла раз и закрыла эту тему. И вот такие вот список, раз, два, три, четыре, пять, он должен у вас быть, этот список. Потому что я объясняю, я не тот человек, который будет гнаться за какими-то современными новинками, чтобы вот ходить и кайфовать от этих, наслаждаться этими новинками. Вообще, это не в моей системе ценностей. Поэтому это вот список, который, что вам нужно закрыть. И когда он у вас перед глазами, вы должны понимать, что это не от денег, зависит не от вашего дохода. Вот когда у вас это перед глазами, оно закрывается автоматически. Вот вы берете и как будто вычеркиваете. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Ваша ретикулярка это зафиксировала и делает. Вторая цель, это цели более высокого стиля жизни. Мы хотим все совершить переходы на следующий уровень. Кто-то хочет в осознанности, кто-то хочет в внутреннем состоянии счастья, кто-то хочет другой уровень здоровья, кто-то хочет другой материальный уровень. Чаще всего все хотят сначала материальный уровень, но я бы предлагала вам фокусироваться на других. Но тем не менее, вот вы должны себе поставить планку. А высший стиль жизни, лучше, это какой? И сейчас откровение для вас будет. Вы его не имеете только потому, что вы не знаете, что это за стиль жизни. Вы с ним не знакомы. Вы его в себя не встроили, как вашу обыденность. То есть вы себя, этот стиль жизни не встроили и не сделали его для себя необходимым. Вот кто там хотел 2 миллиона фунтов или там хотел большие дома, вы просто не испытываете настоящие потребности в том, что вы хотите этим владеть, вот этим стилем жизни. Это дело не в деньгах, это дело в ваших внутренних стандартах. То есть вам нужно просто захотеть это. А чтобы захотеть это, вам нужно это щупать, вам нужно это видеть. Вот как я с той квартирой, с чего я начала. Я в ту квартиру зашла, я ее посмотрела, и меня перестали устраивать предыдущие стандарты. Я сначала пощупала, посмотрела, ощутила эти впечатления, и я поняла, что меня уже эти стандарты, которые у меня есть, не устраивают. И тогда я начала хотеть большего. Точно так же, если вы не пощупали машины, какие вы хотите, не пощупали новые машины, вы не будете ими владеть. Просто какие-то картиночки этих машин, это не то, что вас вдохновит. То есть вы находите тело ваше, привыкло к другим стандартам. Если тело ваше привыкло отовариваться на секонд-хенде, оно не будет стремиться вести вас к брендовым вещам. Понимаете? То есть вам нужно начинать проникаться. Вот еще историю расскажу по жизни. Давным-давно, давным-давно, у нас есть такой крупный в Одессе магазин, «Сады Победы». Это был первый элитный торговый центр в городе. И когда-то я туда зашла, и я была стеснительна, рассказывала когда-то. Стеснительная такая зажатая девочка, женщина без больших претензий на жизнь. Но у меня была претензия на влияние на осознание других людей. Она была всегда. И касательно материального, у меня как бы не было таких претензий по жизни. И желание сильного роста. И вот я зашла в этот магазин, и я начала ходить по магазинам. Зашла в торговый центр, начала ходить по магазинам. Они разной ценовой политики. Я делала исследования для себя. А чем они отличаются друг от друга? И когда я заходила в один, другой, третий, смотрела на цены. Я смотрела на качество товара. То есть я смотрела на качество этих вещей, которые стоят те или иные деньги. И когда я зашла в еще один магазин, смотрите, обычно на полках висели вот одни за другими, да, на полочках. Одни за другими вещи, одни за другими, одни за другими. И тут я захожу в магазин, где вещи развешаны вот на таком расстоянии. То есть полочка и вот на таком расстоянии. Вот на таком. А некоторые вообще горизонтально, то есть они полностью на тебя смотрят вещь. Не боком висит, а полностью на тебя смотрят вещи. И я так, опа, как интересно развешано. Почему так? И подошла, смотрю эти вещи, и они, каждая строчка, вот тогда впервые я столкнулась с тем, что такое дорого и качественно. Каждая строчка, она была сделана идеально. Качество ткани было просто идеальным. А я очень сильно тактильная. Ну, тактильные ощущения для меня это невероятно важны. Вообще ощущения все звуковые, тактильные, там и так далее, вкусовые. И я получила такой, знаете, непередаваемый кайф от качества этих вещей. И после этого, я тогда, понятно, не могла себе это позволить. Я развернулась, но мое тело это запомнила. Через три года со стилистом я шоппинг делала в Милане. Смотрите, через три года после этой экскурсии уже у меня был такой уровень дохода, что я со стилистом делала шоппинг в Милане. И она меня повела в универмаг, которым отоваривается президент их страны. Да, ну там на центральной площади, я думаю, что вы многие уже сейчас знаете, в этот универмаг мы зашли. И я хожу, смотрю, и мне то не нравится, то не нравится. И такая еще барышня со своими закидунами. И тут я вижу отдел, где я поняла, вот оно, вот этот же бренд, вот эти же вещи висели в этом магазине. И я зашла, и я просто, знаете, вот растаяла. И так раз, два, три. Я просто снимала эти все вещи по очереди там. И я помню, что я несколько вещей, которые мне понравились, подошли по размеру. Я просто взяла и заплатила, и ушла. То есть я до того, как это купила, я это прочувствовала. Я это поняла. Мое тело это прочувствовало. Мое тело это запомнило. Мое тело испытало эту сильную эмоцию, желание получить это. И вот сегодня на двух примерах. Квартира, да, и точно так же квартиру я и получала подарок, чтобы вы понимали. Это одна квартира, там другая история. То есть у меня с квартирами прям целый, целый букет историй связаны, как я недвижимостью управляю своей жизнью, семенами недвижимости. Вот. И второй – это стиль жизни. То есть вам нужно чувствовать тот стиль жизни, иначе никогда под это деньги не придут, под то, что вы хотите. Под низкий уровень запроса приходят маленькие деньги. Под высокий уровень запроса приходят большие деньги. И они приходят вне зависимости от вас. Если ваше тело чувствует, что это необходимо, ваша ретикулярная система будет вести вас туда самым коротким путем. И третье – это цели мессийные, такие, знаете, по жизни. Но об этом уже, наверное, в следующий раз мы будем говорить, потому что время у нас тут перебор, а я хочу с вами сделать медитацию на три уровня цели. Вот. Следующий раз – это не следующий раз. Следующий раз мы будем с вами говорить уже на программе по финансам, потому что сегодня я завершаю цикл утренних эфиров в канале Телеграм. Конечно же, я буду держать с вами связь и дальше раскрывать следующие блоки программы, но вы теряете время. Самое ценное в своей жизни, что вы теряете это время. Вот по целям еще можно рассказать о фокусе внимания. Я хотела это тоже, но сегодня, видите, не успеваем. Дело в том, что когда вы прописываете и расфокусируетесь в течение дня на очень много маленьких целей, ваш фокус внимания не держится на ключевых целях. И в этом проблема большинства людей. Те люди, которые достигают чего-то намного большего, они умеют держать аскезы. Аскезы от вот этих маленьких чувственных удовольствий в течение дня. Удовольствия от скроллинга сетей, удовольствия от большого количества покупок, удовольствия от того, того, того. То есть они, это люди, которые умеют держать аскезы. То есть умеют отказываться от маленьких удовольствий ради больших. Только тогда наш фокус внимания уходит на главные. И это главное материализовывается в нашей жизни. И вот этим мы самым главным будем заниматься на программе кислородные деньги. Там 16 сессий, 16 блоков. Сессий будет чуть больше. И встречи со мной, мы будем обсуждать эти вещи. Поэтому сделайте для себя подарок. Самый главный. Купите программу. И еще идеальнее, если вы будете со мной взаимодействовать, но это кто уже посчитает нужным, кто хочет на более высокий уровень. Для того, чтобы прийти к жизни к тому, что у вас был баланс внутреннего и внешнего. Не чтобы вы сидели на троне с сундуками, золотом, в состоянии обесточенности. Или рассказывали всем, что жизнь прекрасна, без денег и так далее. Нет. Баланс. Должен быть баланс. Всегда. И вот к этому балансу мы будем идти на этой программе. А сейчас я включаю картинку медитации и буду сама надиктовать и делать медитацию на три вида целей. Вот то, что я вам рассказала, мы сейчас и будем три вида целей, как это будет возвращаться в вашу жизнь. Окей? Так. Видео выключаю. Это выключаю. Чтобы вы понимали, я выключила телеграмм еще. Вот звезда. Вот звезда. Ну, знаю, фишечки я разбираюсь. Так. Транслировать экран. Медитация «Три вида целей». Найди удобное место, где тебя никто не потревожит. Сядь прямо, но расслабленно. Закрой глаза и сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Пусть с каждым выдохом уходят все заботы и напряжения. Ощути, как твое тело начинает расслабляться, а ум становится спокойней и яснее. Позволь себе полностью присутствовать в этом моменте, забыв о всех делах и обязательствах. Здесь и сейчас только ты и твои мысли. Готово? Тогда начнем. Часть первая. Цели первичных потребностей. Сконцентрируйся на своем теле. Ощути свое дыхание, то, как воздух мягко наполняет твои легкие и выходит наружу. Почувствуй, что твое тело – это фундамент твоего успеха и благополучия. А теперь представь, что перед тобой открывается экран. На этом экране появляется образ твоей жизни, в которой все твои базовые потребности полностью закрыты. Видишь ли ты дом, в котором ты чувствуешь себя защищенно и комфортно? Какой он, этот дом? Просторный? Уютный? Или, может, он ближе к природе? Теперь перенеси внимание на здоровье. Чищаешь в теле, когда у тебя есть все для поддержания физического благополучия. Какие продукты ты ешь? Как ты отдыхаешь и восстанавливаешь силы? Теперь обрати внимание на деньги. Какой уровень дохода необходим тебе для того, чтобы без стресса обеспечивать свои базовые потребности? Это сумма, которая закрывает твои обязательные расходы, жилье, питание, здоровье и безопасность. Сделай несколько глубоких вдохов, прочувствуй эту картину до мельчайших деталей. Это твой фундамент. Теперь, сохраняя ощущение удовлетворения и уверенности, перейти к следующей части. Часть 2. Цели для желаемого стиля жизни. Теперь представьте, что этот экран начинает меняться. Он становится ярче и насыщеннее. Ты видишь жизнь, которую хочешь для себя не только ради закрытия нужд, но для радости, комфорта и удовольствия. Каким ты представляешь свой стиль жизни? Это утро, когда ты просыпаешься в месте своей мечты. Может быть, это дом у океана, квартира в центре большого города или домик в горах. Какие вещи тебя окружают? Что ты носишь? Что ты носишь? Какие книги читаешь? Теперь представь свой день. Чем ты занимаешься, когда все потребности закрыты и ты можешь позволить себе больше свободы? Это могут быть путешествия, творчество, время с любимыми людьми. Какое хобби приносит тебе радость? Может, это танцы, рисование или что-то еще, что наполняет тебя энергией и вдохновением. Сконцентрируйся на этом ощущении. Ты чувствуешь свободу выбора, можешь позволить себе жить так, как хочешь. Прочувствуй это состояние комфорта и легкости. Сделай глубокий вдох и поблагодари себя за то, что ты уже идешь к этой жизни. Часть 3. Цели миссии. Теперь мы переходим к третьей цели. Цели миссии. Представь, что перед тобой появляется образ будущего, где ты достигаешь чего-то значимого не только для себя, но и для других. Это то, что делает мир лучше, дает тебе чувство важности и предназначения. Подумай, в чем твоя миссия. Это может быть что-то такое, что связано с твоими талантами или тем, что глубоко трогает твое сердце. Какой вклад ты хочешь оставить в этом мире? Может быть, ты хочешь помогать другим, развивать новое направление в своей сфере или вдохновляет людей на перемены. Представь, как твоя миссия отражается на других. Какой след ты оставляешь? Какой проект или дело помогает тебе реализовывать твою миссию? Это может быть бизнес, социальная инициатива или творческое дело, которое приносит пользу людям. Представь, что твоя деятельность приносит не только удовлетворение тебе, но и помогая другим достигать успеха, счастья или здоровья. Прочувствуй эту цель, миссию. Осознай ее значимость для тебя и для окружающих. Сделай глубокий вдох и поблагодари себя за стремление внести свой склад в этот мир. Теперь верни к своему дыханию. Сделай глубокий вдох и выдох. Осознай, что каждая из этих целей – это часть твоего пути. Ты уже начала свой путь к ним. Поблагодари себя за то, что нашла время задуматься о своих истинных стремлениях и мечтах. Поблагодари свое подсознание за помощь в раскрытии этих образов. Ты знаешь, что можешь достигать того, что важно для тебя. Постепенно начинай возвращаться в реальность. Почувствуй свое тело, пошевели пальцами рук и ног. Сделай еще один глубокий вдох и, когда будешь готова, открывай глаза. Ты готова двигаться к своим целям, ведь теперь они ясны, а твоя энергия направлена на их достижение. Эта медитация поможет тебе сфокусироваться на трех уровнях целей. От базовых потребностей к стилю жизни и миссии. Записывай все, что приходит в голову после медитации, чтобы сделать шаги к их реализации. Ну что, я надеюсь, что у многих из вас были сегодня какие-то инсайты. Я запишу еще для вас вебинар, на котором я расскажу полностью про систему создания кислородных денег в вашей жизни. То есть, что нужно шаг за шагом делать. Очень важно понимать, что точки, которые я буду обозначать, вот это, вот это, вот это, это, знаете, вехи, вот это шаги по направлению к деньгам. Но каждый шаг, он требует углубления. То есть, я буду рассказывать о важности, уделить внимание вот этому, вот таким привычкам, так структурировать свой мозг, так распределяя свое время, так распределяя свой фокус внимания. Я буду рассказывать, как через законы кармы создаются деньги. Я буду рассказывать о том, как работать с подсознательными программами. Я буду рассказывать о том, с чем держать фокус внимания. То есть, я буду рассказывать о очень многих вещах, как тело. Потому что, даже если один фактор выбросить, то система не срабатывает. Как тело влияет на то, что вы приходите к своим целям и не приходите. Как работает наш мозг, как убирать лишнее своей жизни и так далее. То есть, вот эти все нюансы нужно знать для того, чтобы действительно разрешить себе, потому что только мы себе разрешаем или нет, выйти на другой уровень жизни. Как самое главное, правильно создавать мотивацию. Потому что, когда у вас, ваши цели вас не вдохновляют, а нас уже перестало в наш век быстрого доступа к удовольствиям, нас перестало вдохновлять что-то, знаете, материальное. То есть, я сегодня вам говорила, на короткий очень срок, буквально вот час, и уже твой кайф от новинок, он уходит. А то, что не вызывает у нас выработку дофамина, то есть, вот этого состояния предвкушения удовольствия, то и не реализовывается в нашей жизни. То есть, у нас мы должны все время, наша дофаминовая система работает на большие цели. Но так как она все время работает на маленькие, вот маленькие удовольствия получаем, то большим целям шанса нет прийти у большинства людей. Еще раз, у большинства, даже тех, кто меня слушает, к сожалению, нет шанса прийти к своим каким-то большим красивым целям. Почему? Потому что на сегодняшний день искушений для дофаминовой системы в нашем мире намного больше, чем внутренняя дисциплина. А внутренняя дисциплина приходит от понимания того, куда вы двигаетесь и зачем оно вам надо. И вот, если мы в себе, у нас получается создать нужную мотивацию, то эта мотивация и включает это предвкушение, включает этот дофамин, и этот дофамин может привести вас к большим целям. Понимаете? В общем, очень серьезная тут система для работы с мозгом. Поэтому я не хочу сильно вас уговаривать. Короче говоря, жду вас на программе для того, чтобы вы понимали, что вы сможете что-то сделать со своей жизнью. Потому что чем дальше в лес, тем, говорят толще партизаны, чем дальше в лес, тем больше у нас информационного хаоса и соблазнений для нашей дофаминовой системы. А значит, тем дальше мы от своих целей. Всех обнимаю и желаю вам чудесного сегодня дня. Чудесные недели, чудесного месяца, чудесного года и чудесной жизни. Все. Так, я надеюсь, что этот эфир записался. Спасибо.